Старт программе на Брещене был дан в 2012 году и за этот период сделано немало. Разработан целый ряд мер, которые могут помочь жертвам насилия, а также алгоритм по их выполнению. В частности, в настоящее время функционирует группа взаимопомощи, основу которой составляют те, кто уже подвергался домашней тирании, знают, что это такое и как можно помочь. Но в ходе реализации проекта нередко возникают вопросы и текущие проблемы, для решения которых и проводятся подобные круглые столы. Здесь мы хотим обсудить те вопросы, которые накопились у нас за время работы проекта. Ну а именно, это согласование действий вот этой четырехгруппной состава или этой группы и определить способы и методы их решения. Ну какие-то вопросы, к примеру. К примеру, во-первых, это работа с агрессором. Это такая работа, которая входит в правду, согласно Дулупской программе. И именно вот в этом направлении работа немножко, ну вам сказать, тормозит. Почему? Потому что агрессор, как правило, к нам не приходит, а выявлять их довольно-таки сложновато. Среди особых мер функционирование кризисных комнат. Временное убежище можно получить на небольшой срок, в среднем около 10 дней. Однако на протяжении всего времени с женщиной работают психологи и юристы, которые помогают найти выход из сложной жизненной ситуации. Самый большой положительный опыт работы проекта – это то, что общество становится более открытым. И это говорит о том, что средства массовой информации, наша работа, имеют определенные положительные достижения, положительные итоги. Мы не будем говорить, это хорошо или плохо, что, допустим, у нас в прошлом году прожило 21 человек в кризисной комнате, сегодня, в этом году, вот за 9 месяцев 23 человека. Это не говорит о том, какое состояние семейного благополучия. Это говорит о том, что вот постепенно раскрываются семьи и уходят от избыточного или порочного метода, ну, как скажем, не выносить ссоры из избы. Потому что молчание – это не есть выход из этой ситуации. Действительно, порой самая сложная задача – убедить жертву домашнего насилия не терпеть такое отношение и не жалеть агрессора. Очень часто женщины, что называется, замалчивают проблему, стыдясь рассказать о ней кому-то из посторонних. Но, как показывает практика, это не выход. Домашний тиран, уверовавший в свою безнаказанность, со временем только усиливает свое давление, что, к сожалению, нередко заканчивается трагически. Замалчивать не надо. Надо обязательно сообщать и в милицию, и в соответствующие органы, и в территориальный центр социального обслуживания, где окажут соответствующую психологическую помощь и сообщат в том же случае и нам по инстанции. При проведении проверок мы всем женщинам по фактам семейного насилия в ответе указываем контактные телефоны, по которым они могут обратиться в случае повторения ситуации. Безусловно, далеко не все вопросы, касающиеся противодействия домашнему насилию, выявлены и решены. Впереди еще много работы, однако первые, самые непростые шаги уже сделаны. Все чаще женщины, а как правило, именно им необходима защита от семейного тирана, ищут действенные пути выхода из ситуации, а не становятся пассивными жертвами. Так как знают, что им обязательно помогут и понимают, что домашнее насилие – это то явление, с которым необходимо бороться, а не бояться. Плакать можно, но, как говорит Юлия Высоцкая, пусть женские слезы проливаются только от лука.